А по какому поводу люди банкротятся чаще всего? Люди очень плохо считают. Каким образом вот человеку при зарплате там в 20 тысяч рублей удается получить какой-то большой кредит? Пресловутые айфоны. Что ж такое банкротство? На законных основаниях избавиться от долгов. Для кого подходит процедура банкротства? Я всегда говорю вы не ждите, вы все равно придете. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий Целищев и я в моменте. Итак, сегодня в студии Надежда Николаевна Седых и Верещагина Анна Владимировна. Надежда Седых, генеральный директор ООО «Финансы права консалтинг». У Надежды два высших образования – экономическое и юридическое. Опыт работы более 20 лет, в том числе в МВД России по Кировской области. На должности эксперта отдела экономических экспертиз. Капитан полиции в отставке. Анна Верещагина – исполнительный директор ООО «Финансы права консалтинг». У Анны высшее экономическое образование. Опыт работы в банковском деле. Опыт работы в банковском деле – более 10 лет. Опыт работы в банкротстве – более 5. С какими проблемами сегодня в основном граждане обращаются к юристу? Самый востребованный вид юридических услуг, банкротства физических лиц. А по какому поводу люди банкротятся чаще всего? Потому что люди уже закредитованы. Они уже никак не могут исполнять свои обязательства перед банками, перед микрофинансовыми организациями. Связано это чаще всего с тем, что люди потеряли работу. А природа возникновения таких потребностей на какого? Как вы считаете? Ну, если честно, то люди очень плохо считают. Они не понимают, стоит ли им брать кредит. Иногда кредиты берутся на такие цели, на которые проще накопить. Это пресловутые айфоны, когда люди платят больше 200 тысяч рублей с ежемесячным платежом около 6 тысяч. Хотя, в принципе, могли бы накопить, либо купить себе телефон попроще, но при этом с уровнем зарплаты в городе Кирове не все могут себе позволить оплачивать такие кредиты по 6 тысяч в месяц. У меня личный опыт был, что, предположим, мой близкий человек взял какую-то сумму и очень долго молчал. И этот кредит вырос. Вообще, люди ведь обращаются, когда уже за банкротством конкретно, когда уже отчаяние наступает, так? Да, когда начинается отчаяние и, наверное, 50 на 50, когда человек приходит сам по собственной воле, либо его уже приводят родственники. Нужно тоже понимать, что есть определенная сумма, которая, в принципе, ведь банкротство – это не бесплатная процедура. Сама по себе она подразумевает обязательные платежи. Это тоже порядка 60-70 тысяч рублей, что нужно обязательно заплатить. Это депозиты суда, это госпошлина, это обязательные публикации о процедуре банкротства. И не всегда она рентабельна, то есть зависит от суммы долга. К примеру, если брать нашу личную практику, то процедура рентабельна, если долг все-таки выше 300 тысяч рублей. Иногда человеку выгодно, как бы это ни звучало страшно, и последствия тоже не самые приятные. То есть процедура дефолта. Мы все знаем, что такое дефолт страны. Мы в истории России это проходили уже не один раз. Есть точно такая же процедура дефолт физического лица. Что такое дефолт для страны и для человека? Дефолт – это тоже та же самая невозможность человека оплачивать свои долги. Ага, но это надо еще доказать, да? Ну, разумеется, это в любом случае, как и при процедуре банкротства, это все будет проверяться. Но здесь уже человек сам оценил свою ситуацию. Он уже понимает, что все, как бы наступил предел, и дальше уже есть просроки, и дальше сумма долга может только расти. И он уже сам обращается в банк. То есть если реструктуризация, к примеру, задолженности, которую предлагают банки в его случае невозможно, он даже ее не сможет погашать, то, соответственно, он просит обратитесь в отношении меня в суд. Прошу. На основании решения суда будет выдан исполнительный лист, который точно так же будет передан судебным приставам. И уже начнется процедура взыскания задолженности через судебных приставов. Но при этом человек, во-первых, остановит рост своего долга, он сохранит прожиточный минимум на себя, на своих иждивенцев, если они имеются. Он сохранит свое имущество, потому что, когда исполнительное производство уже возбуждено, да, и уже исполнительный лист находится на исполнении службы судебных приставов, то при вычете денежных средств в виде прожиточного минимума, то, что человек получит гарантированно, да, на те деньги, на которые он будет существовать, остальная сумма идет в качестве погашения задолженности. И это именно уже как процедура финансового оздоровления, то есть человек не скрывается, он платит, он пытается решить эту проблему. Ну, и если ничего не получается, то человек просто может потом при достижении, да, там, уровня определенного кредиторской задолженности, то есть там, например, от 50 до 500, до миллиона сейчас уже... От 50 тысяч рублей до миллиона? От 50 тысяч рублей, да, до миллиона он может пройти вне судебного банкротства. И 500 тысяч, то есть вот, когда, в принципе, целесообразно начинать судебную процедуру банкротства. Что ж такое банкротство? Как базовое понятие? Сейчас, чем хороша эта процедура? Людям дали возможность на законных основаниях избавиться от долгов, не уклоняться от них. Он понимает, что при зарплате, там, ну, перейдем на сумму 20 тысяч, у него ежемесячный платеж 18 тысяч, он не может себе позволить ничего, даже заплатить коммунальные платежи. Вот это как раз тот случай, когда на законных основаниях он может обратиться в организацию, в том числе и в нашу, и мы поможем ему именно списать эти долги также на законных основаниях, рассмотрев его ситуацию, и сделать так, как пошагово это будет ему намного... Да, конечно, ему придется оплатить арбитражный суд, это обязательно платежи, это само собой, но тем не менее, он уже не уклоняется, и, соответственно, через какое-то определенное время он избавляется от этих долгов. Каким образом, вот, человеку при зарплате, там, в 20 тысяч рублей удается получить какой-то большой кредит? Ну, это же, ну, во-первых, с точки зрения обывателя, ладно, мы проговорили, допустим, у человека плохо с арифметикой, да, но люди, которые предоставляют вот это, там, банки, либо какие-то организации, которые предоставляют эти денежные суммы, или их как-то обманывают, или на что они рассчитывают? Ну, на самом деле, достаточно типичная ситуация, то есть, это как раз одна из причин, к примеру, почему не будет списана задолженность, да, человек, имея зарплату 20 тысяч рублей, предоставляет банку и микрофинансовой организации недостоверные сведения себе. На самом деле, сведения могут быть разные, человек может даже никогда не работать у этой организации, работодатель у него вообще ничего не знает, он завышает сумму дохода. То есть, вот эта вот анкета, которую заполняет сотрудник банка при выдаче кредита, либо они возьмут анкету, которая была когда-то у этого человека. Это подтверждена, да? Да, когда-то подтверждена, но там условия поменялись уже много раз, он и работу поменял, и сумма дохода у него стала в разы меньше, или он вообще теперь не работает. И вот под эти вот, так скажем, под эту информацию, под эту анкету человеку выдается кредит, потому что он может когда-то, нормально все было, он платил. То есть, он не числится ни в черном списке, у него нормальная кредитная история. Нет, я как раз таки говорю, не та ситуация, когда, как вы говорили, там, ковид, либо потеря работы, либо какие-то условия независящие от человека изменились. Ну, случилось непредвиденные какие-то обстоятельства. А вот именно, когда берут кредиты, почему их выдают? А если человек обманул, он впоследствии может банкротиться? Ну, это все равно будет выяснено. То есть... И какие последствия у этого? Несписание долга. Скажите, пожалуйста, на что бы вы в теории могли бы взять кредит? На приобретение жилья готового. Дачу строить, расширяться. Я пенсионер, так что... На какую-нибудь хорошую машину, но только не китайскую. Я вообще не люблю брать кредиты. У меня принцип по приходу и расход. В данный момент вообще не хочу. Или на отдых. Ну, по России где-то. На путешествия, наверное, и на учебу. На ипотеку. Ну, наверное, для поддержки здоровья. Санаторий бы, там, отдых. Какие-нибудь полезные процедуры, там. На путешествия точно нет. Не знаю, на квартиру. Да не знаю, на покупку дома. Для дочери. Все, больше ни на что. На сладости. На игрушки. На машину. Не на что. Потому что это зависимость. Если у меня не хватает на что-то денег, значит, мне это не нужно. Для кого подходит процедура банкротства? Мы сейчас говорим о физических лицах, о гражданах. То есть, это человек, у которого сумма задолженности. От 50 до 500 тысяч рублей для процедуры судебной. От 50 до миллиона рублей для внесудебной процедуры. То есть, это должен быть дееспособный человек, соответственно. Ну, кому не подходит процедура банкротства? Ну, она не то, чтобы не подходит. То есть, может быть, сумма долга такая, что нерентабельно просто проходить процедуру банкротства. Еще раз, нерентабельно, выгоднее. Выгоднее погасить будет долг, потому что примерно ту же стоимость или даже чуть больше ты заплатишь за обязательные платежи, плюс еще юридическое сопровождение. Ну, а банкротство, оно само по себе еще накладывает определенные ограничения. Какие последствия? Последствия, когда процедура банкротства уже завершится. К примеру, если человек имел статус индивидуального предпринимателя, и он заходил в процедуру банкротства под этим статусом, или, к примеру, он заходил как физическое лицо, но статус он не закрыл, то в течение трех лет он не может снова открыть ИП. Заниматься предпринимательской деятельностью? Да. Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя он не может. Если человек просто физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, то у него будет год срок, когда он не сможет зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя. Три года человек не сможет зарегистрировать ООО. Он не может быть руководителем, вообще какую-то должность административную, распорядительную, занимателем. То есть имеются в виду те должности, которые предполагают под собой определенный уровень ответственности, уровень принятия решений, распоряжения теми же самыми финансами, имуществом организации. Это уже не для человека. То он не может подать еще раз на процедуру банкротства, пока не пройдет 5 лет. И если он проходил внесудебную процедуру, то должно пройти 10 лет для подачи нового заявления на процедуру банкротства. Могут быть определенные сложности с получениями кредитов. Я знаете, что хочу попросить вас? Вот на типичном примере. Какой типичный пример взять? Вот с какой суммой, с какой средней суммой приходят граждане? Ну вот с долгом. В основном 200-300. 200-300, наверное, не рентабельно. Нет, это не рентабельно. Все-таки, ну хотя бы, чтобы сумма была около полумиллиона. Около, ну полмиллиона, там, предположим, близко к миллиону. А человеку-то здесь особо ничего не требуется. То есть, это заключение договора только с нами. И, соответственно, дальше мы уже помогаем выбрать организацию финансовых управляющих. Все вот эти вот вопросы финансовые по уплате, внесение депозита, уплате госпошлины, это уже, соответственно, будет на нас. Публикации будет делать уже финансовые управляющие после того, как заявление будет признано обоснованным. И, соответственно, от человека, да, потребуется определенный пакет документов предоставить. Ну как долго длится все это вот? Процедура банкротства, если человек работающий, то она будет длиться чуть более года. Год. Чуть более. По более. Даже больше. По более. Чуть более, потому что это все-таки... Да, это потому что зависит... Ну, в кодексе это вроде как написано, что 6 месяцев реструктуризации, 6 месяцев реализации, но надо же учитывать больничные, отпуска арбитражных судей, их загруженность. То есть, это все увеличивается. Бюрократическая машина. Да, бюрократическая машина. И тоже такие моменты. То есть, процедура реализации имущества, к примеру, может быть продлена. Когда от него, грубо говоря, отстанут? Ну, мы стараемся это сделать уже с момента заключения договора, но вообще, в принципе, выдохнуть можно уже, когда заявление принято арбитражным судом как обоснованное. Ну, еще про дефолт мы уже немножко захватили в начале нашей беседы. Дефолт – это когда банкротство по тем или иным причинам нерентабельно. Или невозможно. Нерентабельно или невозможно? И нерентабельно, и невозможно. Или человек боится прям процедуры банкротства, либо у него имеются какие-то свои определенные цели, да, что ему никак нельзя иметь статус банкрота. Потому что… В чем принципиальное отличие дефолта от банкротства? Тут, получается, дело следующее. Если у человека долги, примерно, скажем, до 300 тысяч рублей, и он не отказывается их платить, он говорит, я торжественно клянусь, у меня просто сейчас нет возможности. Соответственно, это немножечко… Человек перестает платить по своим кредитным обязательствам, его просуживают, соответственно, опять же, на законных основаниях. Все долги у него просудились, и он будет выплачивать эту сумму только другими частями. Но он будет его выплачивать. Еще раз просудились или просадились они? Просудились. 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 Дефолт обратился в суд, и суд вынес решение о взыскании долга. И там останавливаются все штрафы. Они идут на встречу, там кредиторы? Идут. Ну, потому что у него же какой выбор? Сумма небольшая. Либо ты не получишь ничего, либо ты получишь… Конечно, частями, но ты получишь. Когда у человека долг 500 и более, ему тяжело, он не может, он все равно рано или поздно к этому придет, ему лучше банкротство. Дефолт лучше, когда у человека есть автокредит, ипотека, вот что-то залоговое. Потому что он не хочет с этим расставаться ни с автомобилем, ни с квартирой, соответственно. Ему проще эти 300 тысяч, ну, образно скажем, частями выплачивать, когда уже все у него зафиксируется, все штрафы, пени, и не будет лишних начислений. Перед записью мы с вами разговаривали, был любопытный пример, когда, вроде как и смешно, но плакать хочется, когда пенсионерка берет кровать, за сколько там, за 2 миллиона, на нее матрас за полтора миллиона рублей при пенсии в 22 тысячи. Вообще, пенсионерам можно банкротиться? Есть такой вариант для них? Да, конечно. Здесь нету какой-то особой разницы. Разница только в том, что каждый человек у нас может пройти процедуру банкротства. Разница, сколько будет процедур. Есть у нас, если обычный гражданин трудоспособный, у него две процедуры. Это реструктуризация долга и реализация имущества. А когда идет пенсионер на банкротство, у него процедура реструктуризации долга не будет, он сразу же переходит к реализации имущества. Если он не работающий пенсионер. Если он не работающий пенсионер. А что сохраняется прямо обязательно? Должно быть сохранено у человека, который... Ну, жилье, например, уже не могут выселить. Да, единственное, жилье, естественно, сохраняется. Сохраняется прожиточный минимум на себя, на всех житвенцев, на детей несовершеннолетних. То есть высчитывается на человека, да, получается? Ну, это суммы, они же у нас установлены, да, например, там, правительством Кировской области, они на федеральном уровне установлены. Вот тоже есть интересный момент, что когда наши клиенты проходят процедуру банкротства, то мы в качестве сохранения прожиточного минимума на стадии реализации имущества сохраняем им сумму в размере прожиточного минимума, который на федеральном значении установлен. То есть это 15 669 рублей, да. По Кирову это 13 тысяч. Почему нужно обращаться к вам? Вот прям прямой вопрос. Ну, потому что мы имеем уже очень большой опыт с этим. Мы все делаем на законных основаниях и быстро. Мы людям помогаем решить проблему в 100% случаев. К примеру, у нас одним из пунктов договора идет экспертиза. Это экспертиза, которую мы делаем как устно на первой консультации, когда мы человека, ну, можно сказать, что просто пытаем и воспрашиваем у него вообще все. Достоверную ли информацию предоставлял, его финансовое положение, то есть наводящие вопросы, чтобы самому понимать, человек реально не может платить, либо он решил уклониться. Потому что есть люди, которые готовятся к процедуре банкротства. То есть они 3 года выжидают, чтобы прошел срок давности по сделкам. Мы полностью узнаем детально каждого клиента извне. Я всегда говорю, а сейчас как доктору. Вот все рассказываем. Ну, это финансовый доктор получается. Ну, да, конечно. И, соответственно, они боятся, они закрытые. Они стесняются этого. Они же всегда были порядочные. Они платили свои кредитные обязательства, но потом у них так случилось, что они не могут. Так я вот эту проблему и обозначил. Люди молчат, годами копятся, как свежий ком. Они боятся. Вот и мы помогаем им морально, соответственно, анализируя сначала на консультации полностью, чем мы можем помочь. А помочь мы можем каждому. Только есть разные пути, как к этому подойти. Соответственно, кто-то на одну процедуру, кто-то на вторую. Кому-то только несколько нужно составить заявлений. Это зависит от этого. Мы работаем честно. И мы человеку поэтому объясняем, сколько будет стоить его процедура, сколько будут его обязательные платежи. Он будет проходить две процедуры. Реструктуризацию, реализацию. Либо он будет проходить только одну процедуру. Поэтому мне очень не нравятся вот эти вот все маркетинговые ходы. Я считаю, что новый закон о рекламе позволяет это уже квалифицировать как недостоверное сведение о рекламе. То есть невозможно. За 2,5 тысячи рублей сколько потребуется, чтобы накопить, к примеру, эти же 50 тысяч, чтобы начать процедуру банкротства. А ведь для человека, они же все хотят того, чтобы их проблемы-то решили сейчас. Им перестали звонить, их перестали мучить, перестал расти долг. Им же это нужно уже сейчас. А если им предоставляют такую рассрочку, и, к примеру, эта организация точно так же копит за них эти деньги, то им будут звонить, долг будет продолжать расти. Я всегда говорю, если вы чувствуете, если вы хоть раз себя поймали на мысли, что я, может быть, не пройти процедуру банкротства, я всегда говорю, вы не ждите, вы все равно придете. Рано или поздно, только уйдет уже время, вот эти все штрафы пении, они еще сильнее накопятся. Вас будут постоянно, вам звонить, вас перепродадут другим организациям, банки, потому что все хотят свой кусок пирога, как говорится, укусить. Я благодарю вас за эту увлекательную беседу. Я желаю удачи в вашем непростом, но таком важном деле. Спасибо вам. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года. Овны, для вас второй месяц осени начнется с положительных перемен в рабочей сфере. Спорная ситуация сложится в сфере романтики. Придется определиться с выбором кандидата для серьезных отношений. У тельцов предвидятся некоторые трудности на работе. Некоторые можно избежать с помощью упорства и креативного подхода. Близнецы встретят октябрь в несколько подавленном состоянии, но оно исчезнет к концу первой недели. Удачное расположение Меркурия принесет вам подъем энергии и энтузиазма до конца месяца. Раки в начале нового месяца вам повезет в вопросах крупных инвестиций. А еще уделите внимание здоровью. Так удастся предупредить будущие проблемы и сэкономить бюджет. Львы. Вам стоит отнестись к своим финансам с особой осторожностью. Вы склонны тратить больше, чем зарабатываете. И состояние финансов в конце месяца заставит понервничать. Девы. Октябрь станет более благоприятным, нежели сентябрь. Напряженные ситуации прошлого месяца разрешатся, а конфликты утрясутся. И девы начнут с большим оптимизмом смотреть в будущее. Весы. Новый месяц принесет с собой профессиональный рост и огромное количество долгожданных побед. Свидания, признания в любви, знаки внимания будут радовать вас в первой половине октября. Скорпионов ждет удачный месяц во всех сферах, особенно в вопросах личных отношений. После 11 октября вы будете особенно привлекательными для противоположного пола. Стрельцы. Вселенная советует приготовиться к сюрпризам в финансовой сфере. Если вы нацелены на карьерный рост, то в конце месяца появится возможность подняться еще на одну ступеньку вверх. Козерогам октябрь принесет заботы, связанные с финансовой стороной жизни. Некоторым придется пересмотреть свой баланс расходов и доходов. Обязательно скорректировать запланированные траты, чтобы не остаться на мели. Водолеи. Несмотря на усталость, вам удастся найти баланс между работой и личной жизнью. В конце месяца ваше настроение улучшится. Появится свободное время, и вы начнете смотреть будущее с привычным оптимизмом. И рыбы. Усилия, приложенные в прошлом месяце, окупятся щедрыми подарками от Вселенной. Что касается романтической сферы, то она будет переполнена многочисленными встречами, свиданиями и совместными выходами.